Мы нашли пропавший сайт и познакомились с блоками Кандинского. Сегодня продолжим знакомство, углубим, так сказать, знания. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Как я сказал в конце прошлого урока, работа с блоками предельно проста и достаточно разобраться с одним блоком, а дальше действовать по аналогии. Но все-таки рассмотрим еще пару блоков в качестве примера. Кроме обложки мы добавили блок о проекте. Блок добавляется на белом фоне и без выделения текста по цветам. Я бы сказал, что это вполне приемлемо, поскольку если есть возможность менять цвета, то может получиться вот такой кошмар. Но с цветами все-таки разберемся. Логично искать их в закладке цвета. Дальше у каждого элемента блока есть описание. Ну или если не удается сопоставить элементы с описанием, действуйте методом логического тыка. Цвет фона я думаю понятно. Возьмем вот такой вот синенький. Либо можно выбрать произвольный цвет. Вся палитра в вашем распоряжении. Далее цвет заголовка белый. Цвет второго заголовка красный. Цвет текста колонки тоже красный. Нет, пусть красный у нас будет ссылка, вернем черный. А цвет ссылки красный. И цвет подчеркивания тоже красный. Все. Вот такой получился у нас второй блок. Обновляем, смотрим на сайте. Ну да, нормально. Ну и добавим еще один блок с динамическим наполнением. А с динамическим у нас, например, команда. То есть это блок, который вы не заполняете, а он подтягивает информацию откуда-то из недр WordPress. Про недра я сейчас расскажу, а пока про оформление, которое есть и здесь. Мы можем сделать фото квадратными или скругленными. Можем изменить количество людей в блоке и количество колонны. Сейчас у нас 4 человека в строке. Поставим 3. То есть сейчас блок должен получиться 3 на 3. Но, судя по всему, в команде всего 8 человек. 3 на 3 не получилось. Поэтому поставим 6. Ну и здесь также есть небольшая настройка по цвету. Например, вот цвет заголовка. Что у нас происходит на сайте. А вот. Появилась команда. Честно говоря, не очень красиво. Во-первых, фотки слишком большие. Это под другой дизайн, более разряженный. Пусть будет 4 на 8. И добавим еще один блок и уже закончим с главной. Также динамический блок проекта. Единственное, тут конечно некрасиво, когда подряд два блока с фотками, да еще и черно-белыми. Поэтому перенесем проекты наверх. На блоке даже на главной можно достаточно легко менять местами. Ну вот. Уже похоже на оса. Проектов можно и побольше. Нельзя. Потому что проектов всего три похожи. Для того, чтобы узнать сколько у вас проектов, а также добавить новые или изменить существующие, можно воспользоваться кнопкой «Редактировать проекты». В случае с командой ссылка будет называться по-другому. Редактировать команду. Да, действительно. Проекта тут всего три. Тут вы можете их изменить, удалить, добавить новые. А вообще в проекты, как и в команду, можно попадать не только из настроек блока, но и из левой колонки. Например, команда — это люди. Выполнено это с помощью Custom Post Types произвольных типов записей. Подробнее я рассказывал об этом в восьмом уроке курса по работе в административной панели WordPress. И вы сами сможете выносить в левую колонку какие-то категории записей, если посмотрите этот курс. Ссылка в описании. Ну и давайте на примере команды посмотрим, как изменять, удалять, добавлять новых людей в команду. Самый простой вариант — это изменить существующую запись. Ну то есть вот берем главного человека Дмитрия Алтаева и меняем его на Владимира Ломова. Про это пока не буду рассказывать. При такой структуре сайта эту надпись никто не увидит. Подробнее я расскажу об этом, когда буду рассказывать про меню. А вот увидят, во-первых, отрывок. Поле может быть скрыто, его нужно будет развернуть. Это то, что сейчас на сайте под именем. Ну то есть роль в команде. И увидят изображение. Берем фотку. Так это одинаковые. И установить изображение. Обновили и получили на сайте. А вот, Владимир Ломов. Заведующий всем. Сейчас я на первом месте и в админке. Соответственно, как выстраивать иерархию? Ну, первый вариант — это последовательно изменять команду. Ну то есть следующий человек — это помощник руководителя и так далее. Но если вдруг вам понадобится поменять людей местами, вам нужно зайти в свойства и тут изменить дату публикации. Записи выстраиваются по мере публикации. Самая ранняя наверху. Соответственно, меняем дату, например, на 23. И эта запись станет верхней. Обновляем и в админке, и на сайте. А вот. Теперь Александр Мостовой первый. Последнее, о чем расскажу сегодня — это о том, как скопировать цвета. Вот, например, заголовок, и мы хотим сделать его тем же цветом, что и подложка вот здесь. Но в подложке мы выбирали произвольный цвет. Попасть в него будет очень непросто. И в помощь вам значение цвета в hex формате. Даже не буду рассказывать, что это. Достаточно знать, что у каждого цвета есть такое значение. То есть вот у нас цвет подложки. Это произвольный цвет. Вот с таким значением. Мы его копируем после решетки и вставляем в произвольный цвет заголовка. Также после решетки. Все. Таким образом мы можем соблюдать единую цветовую схему во всех блоках сайта. Даже если используем произвольные цвета. Я бы вам, кстати, не советовал использовать больше шести цветов на сайте. Это с учетом цвета текста. Чем больше цветов, тем пестрее, олиповатее, а значит ужаснее все выглядит.